А вот так должно быть, да? Или перевернуть дальше? Ну, думаю, так. Вот так. Ну вот, и мы в прямом эфире. Да, всем привет! Это Рустам Солнцев, Миша, Серёхим. Ну, я думаю, все знают, в отличие от тебя, ты же понимаешь. Ха-ха-ха! Итак, друзья, уважаемые, привет! Слушайте, значит, Миша никакой не уставший, он просто из зала, а я с самолётом. У меня были вчера в Заполярье. Нас слышно? Нет? Да. Так, кстати, ребят, говорите по качеству. Мы находимся на Никольской 25, на пятом этаже. Это прекрасный бар «Кальяна» называется «Бомонд», который является спонсором сегодняшней трансляции. Большое им спасибо. Мало того, что тут прекрасная атмосфера, музыка и вообще ребята, хозяева, наши большие друзья. Да. Собственно. Ну, сейчас минутка эротики была. Значит, слушайте, ребят. Что там про Бузово уже? Сразу про Бузово. Началось, да. Вы как будто бы, вы прям как будто читаете наши мысли. Мы постараемся постоянно выходить с онлайн-трансляции нашего трансляции шоу под названием «Тролли». Тролли – это такие маленькие, хорошенькие, злобные такие, знаете, которые вот, которые всех собственно троллят. Так что такое тролли, вы сами понимаете. Нет, у нас маленький и злобный только один – это Руси. Это я, да. Я согласен. И сегодняшняя тема, ребят, которую мы хотели для вас раскрыть и поговорить о ней предметно, что ли. Дело в том, что разговора о ней не было. Так в эфире, собственно, нашего любимого реалити, так толком и на телевидении. Потому что то, что было на «Россия-1», было немножко фрагментарно. При всем моем уважении к шоу «Прямой эфир» на «Россия-1» с Борькой. Итак, тема заявлена сегодня. Мы долго ее обсуждали, как ханатор… Я не хотел. Миша не хотел. Я хотел. Итак, тема называется так. Ханаторопузиком. А, Тарабузиком. Ханаторопузиком. Вопросительный и восклицательный. То есть, вопрос – хана ли этой паре или ребята продолжают быть вместе? Мы сейчас говорим про Ольку и про Тарасова. Спасибо большое за комплименты. Ребята, я в одном весе уже, наверное, лет 15. Поэтому не надо, не надо писать мне. Это пиар. Чей пиар? Хана, хана пишу. Да, хана. Ну да. Поэтому, да. Еще раз, ребят, еще раз напоминаю тему. Хана ли Тарабузиком. Ваши вопросы по теме. Все остальное пока не принимается. Точно, первую половину трансляции мы будем говорить только об этом. Хорошо. Оля и Дима. Что произошло? Ваши какие-то мысли? Ну и наши, понятно, тоже. Потому что… Вообще, Русь, я тебе задам сразу вопрос. Давай. Вот твое отношение к Ольге и к Дмитрию и к их союзу, как вот… Ну, пять лет все-таки уже прожили вместе. Да. Пять лет – это долгий срок. Знаете, я, в самом деле, ведь тоже идеализировал, в каком-то смысле, Миш, их союз. Но ты в свое время и мой союз идеализировал. Идеализировал, да. Мне очень нравились вы. Мне и сейчас, как бы, вы хоть и по отдельности, но при этом я вас, понимаешь, очень, очень люблю и ценю. Ну, с Ксюшей Бородиной, сейчас о ней речь была. Но дело в том, что, ребят, совершенно случайно, я увидел вырезки внешние, я не знаю, для тебя было это секретом или нет. Но ты мне сказал, что ты об этом знаешь. Вырезки из разных-разных трансляций, ребят, Ольги и Димы. И я в этих трансляциях, ребята, я охренел. Я увидел такую какую-то нехорошую, невкусную грубость Дмитрия по отношению к Ольге. Я настолько вот, честно говоря, я опешил. И для меня в какой-то момент, как для человека, который уже знаком с психологией, Миш, я не знаю, как у тебя, у меня в голове стала выстраиваться эта схема их общения. А я тебе объясню, почему. Почему он грубый? Потому что Дмитрий нас футболист. Сбирает за сборную России. И что ты думаешь, он самый грубый игрок? А он, а, правда? Костолом. Так тупо. То есть характер. Ты думаешь, вот на Ольгу откладывает профессию отпечатку. Да. А Ольга склонна к выстраиванию вот этих интриг, инситуации, скандалов, а Дима тупо грубый. Да, тупо просто грубый. Слушайте, я честно говоря, еще раз повторяю, ребят, может кто не понял. Я, честно говоря, думал, что Дмитрий, условно, носит только на руках. И тут я увидел эти отрывки из трансляции, когда было что-то типа отойди, ну хватит, завязывай, хочу и чавкаю, хочу не чавкаю. Ну, то есть, это такое отношение было немножко, не то чтобы свысока. Ну, вы знаете, да, у многих из вас были отношения, когда вторая половинка вас подбешивали. Не сразу это происходит, не сразу. Это происходит, ну, спустя какой-то срок. У кого-то быстро, месяцы, у кого-то годы, ребят. Особенно после секса. Особенно, да, после секса, который начинает приедаться. Интимные отношения сходят на нет. Я еще раз повторяю, это сейчас просто версии. Правдивы ли эти версии в отношении Ольги и Димы, мы не знаем. Но, если это произошло, и Дима охладел, то этим объясняется Миша. Его это отношение. Слушай, ну хватит, как будто бы, знаешь, рядом находится навязчивая Бузова, а не вселюбимейшая его жена, Миша. Это же очень заметно было из этих трансляций. Я тебе объясню, что на экране нам показывают, что звезда Ольга, а Димон, они делают футболки, пузо, там, все такое. Но это только экранный образ. Да, да. Это в СМИ. Внутри. В СМИ, да. Внутри происходит абсолютно обороты. Дома Ольга прислуживает, я считаю, Дима контролем. И, может быть, это как-то происходит из-за того, что действительно она выставляет его на публике, но в таком нехорошем среде постоянно. Слушай, ты прямо такое слово сказал, нехорошее прислуживает, Миша. Ну, то есть, ты считаешь, что все прямо, прямо, прямо по жести так. Ой, Димочка то, Димочка это, Димочка в этот момент так вот. Слышь, хватит, надоело. Ой, Димочка, извини, извини, давай это. Нет. Я думаю, ему хочется, чтобы она прислуживалась в силу того, что она постоянно занята. Съемки, дом 2, там еще что-то. И дома нет как-то женщины. А он получил уже травму. Хочется заботы, хочется уюта домашнего. Миш, это уже второй вопрос. Смотри, нас просят, нас просят быть погромче. Ребята, я сейчас подвину нашу камерку. Чуть-чуть погромче. Поближе сюда садись, да, присаживайся. Давай, подвигайся. Ребята, сейчас мы все сделаем, чтобы вам было хорошо слышно и так далее. Значит, смотрите, еще что. Нельзя сбрасывать за счетов уважаемые товарищи телезрители, что Дима, он долларовый миллионер. Знаете, что такое деньги? Большие деньги, ребят. Это энергия в первую очередь. Это когда все вокруг кажутся замедленными. А ты очень быстрый. Это когда кажется, что все вокруг что-то тупят. Как будто бы твой мотор смазан лучше. Нет, но ты понимаешь, что у них тоже все понравится в сравнении. Есть Криштиану Рональду, есть Месси. Да. Которые зарабатывают относительно их, то есть они зарабатывают на их годовую зарплату за две недели. Ну да, извините, да. Здесь тоже нельзя так ходить и считать, что Танисия, ты царь и бог. Нет? Ну хорошо. А что мешает тогда Дмитрию так не считать? Я, кстати, увидел даже его отношение в каком-то из фрагментов к этому так называемому их другу, этому певцу, вот этому, как он, певец этот. Ну... Текила. Текила. Я даже увидел какое-то небрежение. В одном, понимаете, в одном сюжете я увидел небрежение к Ольге и небрежение к этому текиле. То есть... Понимаешь, Миш, это характерно... Потому что Димка звезда в нас делит. Я не спорю. Я не спорю. Но при этом, понимаешь, есть звезды, например, условно... Нет, у нас звезда, кто больше зарабатывает, тот звезда. Да, да, Миш, да. Поэтому... Я еще раз тебе говорю, я не спорю, я знаю о всех его доходах. То есть эти доходы дают ему ту самую энергетику и то самое право демонстрировать это небрежение. Не только к этому горе-рэп-певцу, но еще и к своей жене, которую он несколько раз в перископе в этих разных сюжетах. Ну, условно говоря, отойди, немножко мешаешь, все нормально. Да, рядом. Все супер. Но если у тебя нет, тоже ничего плохого. Я это заметил. Я не думал раньше, что в самом деле между ними это происходит. Миш, вот о чем я хотел тебе сказать. Понимаешь? Да, происходит это все потому, что, мне кажется, все-таки пять лет нету сексуального лечения. Вот хочется... А ты знаешь... Сейчас все сначала... Миш, сейчас все сначала... А ты знаешь, о чем футболисты разговаривают в раздевалке? Да, они разговаривают... То, какую экскортницу зацепил, то, сколько девочек привез домой. Ну хорошо. А Дима-то это все слушает, ему тоже хочется. Кладут парень, понимаешь? А тут пять лет подвис одной. Тоже хочется, понимаешь? Хорошо. То есть, скажи мне, пожалуйста, вот это... То есть, все, он уже... Так, ребят, небольшие технические будут сбои, вы на нас, пожалуйста, не сердитесь. И, значит, принимайте участие. Значит, Миш, то есть, совершенно открыто и откровенно ты говоришь о том, что эти пять лет после свадьбы это уже упадок, это уныние и тем более в сексе. Это уже... Первое время, я тебе объясняю на своем опыте. Первое время тебя прет от того, что ты обладаешь звездой. Да. Понимаешь, ты сам становишься... Вот у меня звезда рядом. А потом... Это уже приедается. Ну, абсолютно все приедается. Уже хочется. Ты приходишь в ресторан, с тобой звезда, у нее весь ресторан. А ты сидишь и смотришь на официанта, и вот смотришь и представляешь, что ты сделал. И как ты уже пять лет, шесть и больше, понимаешь? Ну, конечно. А зачем тогда жениться? Скажи мне, пожалуйста, если парень хочет гулять бесконечно, если он хочет ездить на острова с фотомоделями, смес Россия 2015, зачем тогда жениться? Нет, я тебе скажу, он заложник. Ты понимаешь, что он из отношений, он же был женат, это тоже ограничения большие. У него родился ребенок. То есть, ну, ничего так не было. Из-за чего он перестроился на фольгу? Потому что захотелось поменять что-то. И получается, с двадцати лет, в порядке, с двадцати восьми парень только их делал две девчонки. Нет, ну это официально. Когда вокруг, когда вокруг происходит нечто, знаешь, такое. Да, это в паблике он имел две девчонки. То есть, это то, что известно нам. Но на самом деле, я же не думаю, что он инвалид, понимаешь, какой-то, который не обращает внимание на девчонок. Я уверен, что там был не только флир. Опять, здесь ситуация такая, что ему нельзя просто пойти в бордель или еще куда-либо. Потому что, как он только туда приходит, сразу включаются телефоны, сразу отзвоны. Он там-то, там-то там. И ты не можешь дальше пока. Хорошо, хорошо. Есть такие бордели, где никакие телефоны не включаются. Для таких специальных людей, как ты и Тарасов. А вот поверь мне, я один раз пришел в такое заведение, и тут же был звонок. Ты знаешь, кому? Ксюша Бородиной. Ахренеть! Где я? С кем я? Что я? И как? Ты говоришь, понимаешь? Хорошо, у меня там ничего не было. Я пришел с друзьями и все. Миш, я тебе объясню. Дело в том, что... И ты не можешь дать левокати. Мне все равно хочется разгрузиться. А вот это, да, нельзя. Нельзя, нельзя. Итак, Миша Терехин только что рассказал душещипательную историю. О том, как он пришел в бордель. Но работницы этого борделя, понимаете, прекрасные девочки. С чувством долга и справедливости. Будучи поклонницами Ксюши Бородиной многолетними. Вот что значит бабья, понимаешь, солидарность. Нет. Тебя тут же слили. Абсолютно. Но, опять же, я повторяюсь, они слили именно то, что я там делал. А я там сидел ничего дозорного. И поэтому у меня был вопрос, а что ты там вообще делал? Да. Я говорю, ну пришел с друзьями. Им можно, а мне нет, говорят. Ну посмотри, ну посмотри, человек. Да ты сел просто в прихожей. В этот момент твои друзья чекаются. А ты какой ты бьешь в прихожей и смотришь подвешенный телевизор? Да, Миша? Футбол, локомотив ЦСКА. Расскажи о настоящей Бузовой тебя просит. Ладно, сейчас расскажу. Знаете, какая Ольга? Я вам скажу, ребята. Дело в том, что вблизи, и я об этом многим уже рассказываю, это не просто я сейчас вот это вот какой-то мой бред или какая-то буажь. Вблизи, в ближайшем общении, когда ты с ней находишься, с Бузовой, в основном в 97% всего, что в ней есть, это очень приятно. Мне, козерогу и так называемому интеллектуалу, как угодно назовите, мне приятно. В кавычки поставить. Ну, в кавычки, естественно. Все комплименты в отношении меня в кавычки, ребят. Большие, короче. Это очень приятно. От нее идет свет, от нее идет тепло. Нет, она всегда улыбается, у нее всегда отличное настроение. Она позитивка, позитивка, позитивка. Абсолютный позитив. Всегда там уси-пуси. И многие думают, что это образ, но на самом деле она... Она такая есть. Она до мозга костей такая. Она такая есть, да. Вот я могу сказать, что она как человек хороший. Она задорная. Приятная. У нее столько задору. Она даже, когда ситуация аховая, плохая. Когда трудно. Когда тяжело. Когда не до шуток. Когда не до юмора. Она всегда найдет теплое слово для тебя. Она всегда о чем-то спросит. Вот она, Олька, в этом вся. Она ждет от людей поддержки. Ждет. Я помню, как она очень хотела дружить с Водонаевой. Очень. Водонаева давала ей эту дружбу. Опосредованно. А потом вдруг, в какой-то момент... То есть это когда Водонаева была звезда? Да. Да, да, да. Когда Оля была немножко на вторых ролях. Миш. И я тебе хочу сказать. И вдруг, когда в каком-нибудь лобном месте. Водоносику. Что-нибудь забредает в голову. И она начинает дубасить Бузову. Троллить до слез бедную Ольку. Которая понять не может в чем дело. То же самое делал Степа. Я тем же самым был грешен. Ребят. Я объясню. Может быть. Миш эту проблему отчасти объяснил Ромка Третьяков недавно. Он сказал. Что когда рядом с тобой находится абсолютно позитивный человек. Всегда. Даже когда ему плохо или больно. Очень хочется этого человека корябнуть ногтиком. Вот так. Раз. Сделать ему. Понял, да? Ладно. Хватит. Вот ты мне скажи. Недавно я смотрел телепередачу. Да. Где тебя представили как бывшего бойфренда Ольги Бузова. Я как бы. Вроде тебя. Я все вообще знаю. Скажи мне. Или я что-то пропустил. Охренеть. Скажи. Миш. В какой момент я закрыл вазам. Нет. Миш. Какой бойфренд? Там было написано. Возлюбленный Ольги Бузова. А. Экс-возлюбленный. Да. Это. Это исключительно. Вот. Понимаете как вам сказать. Вот. Мне было очень приятно выйти как бывший возлюбленный Ольги Бузовой. Но мы никогда не были возлюбленными. Мы. Были временами очень хорошими друзьями. Близкими. Но возлюбленными нет. То есть можно сказать, что это была просто техническая ошибка. Ольга. Со стороны редекторов. Которые. Просто черный пиар. Черный. Нет. Никакого черного пиара вблизи с Ольгой быть не может. Весь пиар хороший. Солнечный. Прикольный. Позитивный. Но на самом деле это не было как бы не совсем правдой. Так. Ребят. Что-то мало лайков от вас вообще. Мы вообще тут где? Мы для вас тут собрались. Я только с самолета вообще не спал сегодня. Лицо опухше. Я вынул голову и как был побежал сюда. А давай поговорим как раз вот о ситуации то, что у Дима произошло ДТП там. Да. Кстати. Вот это шоу, которое было на днях. На Россия-11. ДТП. Димке Тарациевым. Я считаю, что честно говоря, я конечно всегда выбираю сторону слабого человека. Я защищаю слабого. Нет. В данном случае даже возможно защищать слабого. потому что здесь была стопроцентная провокация с ее стороны. За стороны Надя. У меня сложилось такое ощущение, что она вообще же доплатна. Понимаешь, когда он приедет сюда и спросит. И чуть-чуть там его да. Но на самом деле, Миш, она сказала какое-то матерное, она крикнула матерное слово через стекло. Это правда. Это надежда. В адрес. Это было направлено в адрес Димки Тарасова. Но. Дело в том, что если там видеть по схеме, она ждала въезда собственно на стоянку. И он ей не дал этого сделать. Давай смотри. Разбирать так. Есть какие-то вип-клиенты. Я считаю, что он вип-клиент. Он может туда прийти и слить, мне кажется, лямку. Понимаешь, для таких клиентов приоритет. Ты, пожалуйста, стой. Приехал Дима. Идет трансляция. Приехал Дима. Хорошо. И, соответственно, у вас подели место. Может быть, он заранее позвонил. А, ну да. Этот аспект надо... Ребята, вы здесь вообще? Здесь? Ребята, люди, я вас не слышу, не вижу. Вы тут? Напишите что-нибудь. Миш, пусто, нет никого. Почему пусто? Тут. Вот 400 людей там. Может быть, нет. Подписывал по-моему. Тут, тут. Отлично, ребят. Ну, хорошо. Про Водонаево обязательно расскажем. Слушайте, ребяточки, смотрите еще что. Вот этот аспект, я действительно его как бы не принимал во внимание. Что есть вип-клиенты, которые могут приехать и оставить в заведении очень-очень. Попьешь там чаю, а человек приедет там из своей команды и оставит там кучу денег. Естественный приоритет. И с этим бороться, понимаешь, ну как, ну вот ты в приоритете. Я считаю, что к чему-то туда, к чему прибираться. Ну это жизнь, извините. Такие правила заведения. А человек, если бунтует против, говорит, нет, я пойду. Но этот человек, я считаю, уже не умный. Наверное, да, наверное, тут прав. Вообще, в этой ситуации, не то чтобы сложно было поддерживать надежду, он на нее смотрел. Понимаете, она не тот человек, который нуждается в такой поддержке, как бы оголтелой, такой сильной, даже со стороны незнакомых людей, как я. Дело в том, что она довольно сильная, пассионарная сама по себе. Такая тевтелька в платье, знаете, на тонких ножках. Такая кому угодно, может сама пол гудать. Гарная девка. Да, гарная девка с Украины вообще-то еще. К тому же, понимаешь. Да. Поэтому, ну тут, да, тут палка двух концов. Тарасов приоритетный клиент. Это когда ты приходишь в банк, например, любой банк, если у тебя карта приоритетного клиента, и ты за нее платишь какие-то невероятные деньги, то ты можешь прийти и кромогласно, видя всю эту очередь, я иногда так делаю, говорить, здрасте, я приоритетный клиент, обращаешься к сотрудникам. А кто-то из того бытия подходит, слышит, я иду первый. Он должен каждому объяснять. Поэтому охранник ее тормознул и его пропустил. Он же не будет объяснять, почему и как. Ну, конечно, да. Да, тут ты прав, абсолютно. А, ребята, я вам еще раз напоминаю, что мы находимся в прекрасном заведении, которое находится на Никольской, самый центр Москвы, Лубянка. Они являются спонсорами нашей сегодняшней трансляции. Это Миша Терехин, Ярус Солнцев. Мы на Никольской 25, на пятом этаже, в ОМОН, в Кальянной. И будем здесь еще точно полчаса, вот здесь, в вашем перископе, в перископе Миши, для вас. Давайте, кстати, позадавайте вопросы, на которые мы можем поотвечать. Да, ребят, позадавайте вопросы. Но, пожалуйста, давайте как бы в теме быть немножко этого всего, чтобы вас чуть-чуть не колбасило и не таращило по разным темам. Бородина завидует Бузова. Я считаю, что они не завидуют друг другу, а они очень большие конкуренции. Понимаете? Вот в чем конкуренция имеешь? И кто вообще на внутренней дорожке стадиона? Кто вот та самая кобылка, которая выходит вперед постоянно? Изначально было как? Собчак, Бородина, Бузова. Собчак ушла, соответственно, Бородина осталась и Бузова. Да. И здесь вопрос Ольки, а почему Бородина и Бузова? Да. Вот и все. Поэтому они шагают. Миш, ты не ответил на вопрос, скажи мне, кто круче? Хорошо, вот, ребят, да, вот вы подвели к этому вопрос. Вот сейчас с точки зрения Миши Терехина, Миши Терехина, он человек очень милый, кстати, Мишка, бывает. А, ты смотри, а мы очень спокойно разберем по достижению. Да. Ксюха родила двух девушек, допустим, в этом Ксюха круче. Правильно? Да. Вот она состоялась как мать, она унес семья, да, полноценная. Хоть там трещит на трещит, но у нее полноценная семья. Ольга успевает в карьере, да? Я как не включу ТНТ во всех передачах, Бузова, Бузова, Бузова. Ну, говорить о детях я бы, ну, это такая тема щекотливая. Я все-таки уверен, даже вот уверен, что у Ольги они обязательно будут. Она их очень любит. У меня было несколько эфиров, в которых муссировалась тема, вот эта вот щекотливая тема, материнство. Почему у Ольги нет детей? Да будут у нее дети, она еще молодая совсем, ребят. Все у нее там нормально, значит, пока не время. Будут. Тем более, она детей любит. Я помню, как НТВ у меня спрашивали в лоб. Скажи, Бузова, скорее всего, ненавидит детей. Такой может быть, да как? Ненавидела Собчак. Ненавидела Собчак? Да. Родила на днях, кстати говоря, и прекрасный, как назвали сыны? Не Анатолием в честь отца? Я не знаю, сейчас не знаю. Да. Значит, ребятки, еще раз. Давайте, как бы, какой-то промежуточный итог подводить по этому вопросу. Разведутся или не разведутся? Да. Вот этот частый вопрос, который вы сейчас задаете, ребятки. Скажи, ты, вот, твое мнение, разведутся? Нет? Мне кажется, что есть какие-то моменты, какие-то трещины, разломы Сан-Андреаса, которые уже перейти нельзя. То есть, они уже все, они перейдены, как Рубикон. А что они перешли? Ну, например, публичный троллинг. Миш, когда Дмитрий начинает, даже там в Инстаграме, даже там чуть-чуть, тремя словами. Я очень видел предыдущие ссоры Ксюхи с Курбаном. Ну. Какой там троллинг. Да, но Курбан отмалчивался. Либо говорил комплимент. Он отмалчивался. Эту историю с там в Курской. Когда Ксюху выставил, что он там изменил там все, снял вот эти посты. И после этого люди сошлись в участке. Понимаешь? Здесь даже, когда уже измена официально до Курбина, уже Курсковский тролль и люди сошлись. А здесь, я считаю, вообще еще не пришло. Либо же мы мало знаем, но знаем. Да, мы мало знаем, но опять же, когда у меня люди спрашивают, к примеру, а может ли быть такое, что Дима, например, с Олей договорились и это все какая-то разводка для того, чтобы, кстати, для чего, для того, чтобы быть в соцсетях, ну так они и так в соцсетях, Ольга и так в соцсетях постоянно. Дима в соцсетях тоже благодаря своим каким-то глупым поступкам, к примеру. Ольга, ну... Поверьте, это точно не ради пиара. Это идет уже анти-пиар. Это случилось, да, потому что пиар это то, когда вы демонстрируете незыблемость отношений. Это такое ми-ми-ми. И вдруг, когда случается разрыв, то это уже плохо, я согласен. Но при этом у Ольги там прибавляются подписчики и все такое. Но... Ничего тут... Да, Киз, у нас все хорошо. Пока ничего не надо, спасибо. Да, кстати говоря, ребят, пользуясь случаем, могу сказать, что... Мой инстаграм... Ну, вы знаете, у меня... Миш, сейчас только... Сейчас только не это... Не тролль... Не тролль меня. Значит, мой инстаграм взломали несколько месяцев назад. У меня новый он. Называется он Солнцев Рустам. Слитно. Сколько попросили для восстановления? Это вообще... А, попросили сотку, кстати говоря. Они взломали. Они же просят деньги. Поэтому... Ну, тут у меня вот... Заграл внутри. Я стал очень злой. И подумал, иди к черту. И сделал новый инстаграм. Солнцев Рустам. И внизу нижнее подчеркнение. Ну, можно просто, например, в поиск забить Рустам Солнцев. Русскими буквами. И вы меня найдете. Большой привет Диме Смирновой и Заполярному. Ну, вот пишет... Пишет, маленький пишет. Ну, что... Димась, большой тебе привет. Спасибо, что посмотрите. Вчера я был в Заполярном, кстати, с мероприятием. Дальше. Привет, ребята. Всем привет. Нет, ребята. Бородина никакая не злая. И что значит, она с Эким не разойдется? Опять к слову, Миш. Развод может случиться в одну секунду. Другой вопрос. Вы не забывайте, что там семья уже с ребенком. И надо мириться. Надо мириться с чем-то, понимаете? С какими-то обстоятельствами. Или как сказала... Вот опять же, возвращаясь к Ольге. Как сказала Сибитова. Вот что ты думаешь об этом, Миш? Сибитова Роза сказала так. Ну, всемирно известная сварка. Что если бы у Бузова с Димой были бы дети, то они бы были сейчас вместе. Потому что бы это их сплочало. Это бы служило материалом, который их склеивает. Так как дети-то и так никуда не денутся. Это отношения между двумя людьми. Понимаешь? Либо же ты любишь человека и все обращаешь. Либо же он тебе надоел, и тебе хочется пойти полидовать. Вот понимаешь? Вот иногда вот просто хочется идти в ответ. Смотри. А нельзя человек публично. Да. Сразу остудит. А армию фанатов Дома-Дома переплюнуть даже в сборной России драку Локомотива со своей фанатской платой. Невозможно. Как слава. Ну дробина. И поэтому он будет всегда плохой. Так же как и я был всегда плохой. А вторая половина всегда хорошая. Потому что это два только есть таких человека. Есть Бородина и Бузова во всей стране по большому счёту. У кого есть такая армия фанатов? Конечно. Многолетняя уже. Которая будет девчонок защищать или наоборот топить за девчонок. Либо топить их в каких-то неприятных ситуациях, когда им покажется, что девчонки были не правы. Потому что ты пишешь пост. У тебя под постом три тысячи комментариев. Оля, ты супер. Бросает урода. Зачем он тебе? И человек читает и болит и болит. Ну ты начинаешь верить в это. Ну что он негодяй, а ты супер. Да. Вот ты мне кстати недавно сказал такую фразу. Когда мы с тобой разговаривали о причине разлада у ребят у Ольги с Димой. Ты сказал так. Ну она сутками сидит в инстаграме. Она сидит и читает. Сидит и читает. Сидит и читает. Вот это ее жизнь. А он лежит, условно говоря, с поломанной лодыжкой. Ему нужна забота. Он ее не находит. Потому что девушка в этот момент сидит в телефоне. Ты можешь это пояснить еще раз? Смотри, где тонко там рвется. Да. Если человек успешен в карьере, а именно если девушка успешна в карьере, она никакая в семье. Потому что она не выполняет никакие функции. для этого есть в дом работницы, есть там помощники и все такое. А второй планик мужику хочется именно, чтобы ты что-то сделал. Не просто послал курьера там еще чего-то. Как он послал курьера с цветами. Она тоже думает. А мне хочется, чтобы ты втарил. И тут такая же ситуация. Ему хочется, чтобы она что-то сделала лично, своими руками для него. А она говорит, мы пошли, это купили, это купили. И не хватает именно из этого. Человеческого. Человеческого. Да. По-человечему. Да. Я помню прекрасно, как один знакомый продюсер мне, девушка, сказала, Рось, тебе не хватает, но давно правда было, в отношении там, например, с людьми, чуть-чуть какой-то, даже не человечности, а человечьего. Это разные вещи. То есть, ты не всегда должен на мушке держать, на прицеле своего человека, искать у него какие-то изъяны. Ты должен больше говорить ему каких-то нежностей, какой-то ласки, еще чего-то. Ребят, я напоминаю, что здесь Рустам Солнцев, это Миша Терехин. И сегодня... Рус, ладно, давай, коль мы подняли тему Дома-2. Давай. У меня еще есть вопрос. Давай. Ну, сейчас на Доме-2, я так понимаю, три ведущих. Это Бородина, Бузова и твой любимый маг-волшебник Влад Катурин. Скажи мне, непросветленных в этих вещах, как это могло случиться? Он туда попал. Почему не ты? Вот почему не ты? Нет, да я бы назвал это с моим профессионализмом, понимаешь, с моим знанием дела. Этот вопрос задаешь не только ты, но его задает вся страна. Катурин задает тебе этот вопрос, скажи, почему не ты, а я? Вы знаете, ребята, я вот, не знаю, я вот сейчас, я ненавижу себя хвалить или как-то говорить о себе в каких-то таких моментах. Кто скажет, я ненавижу Катурин. Это слишком сильно будет сказано, но дело в том, что я не знаю ни одного такого участника, экс-участника, про которого вы писали, что он должен быть ведущим, что вот он несправедливо им не является. Действительно, очень много вы пишете, мне это приятно в самом деле, еще что-то. Мне очень важно знать, что вы ждете меня в эфире, и не просто фрагментарно там на шоу я пришел, что-то там ляпнул и уехал на свои гастроли. Нет, а чтобы это все было масштабно, чтобы это было в рамках эфира, чтобы я мог разговаривать с участниками, чтобы я мог навешивать на них много-много всякой информации, чтобы я мог из них это вытягивать. Я знаю, что вам это интересно, большое спасибо. Но опять же, я не считаю, что Влад Кадони занимает мое место. Я считаю, что Влад Кадони занимает свое место. Вот оно у него есть место Влада Кадони. Вот и все, мир. А ну вот, честно вам скажу... Может быть, оно не место, а местечко. Ну, ты сам ответил на этот вопрос. Есть... Ну, а зрителям может показаться, что мы с тобой завидуем. Да. Ой, это логика мне вообще чужда. Я уже сто раз говорил, кому я завидую в этой жизни. Это многодетные отцы, и это очень-очень умные люди. Влада Кадони сложно назвать глупым человеком, но и очень умным человеком он для меня не является. Испытываю ли я симпатию к Владу? Да, испытываю, честно вам скажу. Выслужился. Выслужился. Лизнул. Лизнул, да. Но я хочу вам сказать, что были такие моменты, когда мне хотелось дать Владу пенка или еще что-то. Ну, опять же, Влад Кадони, он хороший парень, но он мне не ровнее. Он... Я не понимаю сам, на каких он ролях в Доме 2. Он там между ребятами бегает. Но, опять же, я хочу закончить эту тему с Владом, с его участием там. Я не вижу сам лично для себя масштаба в этом во всем. Я не вижу масштабной личности. Хотя, может, все еще впереди. Влад, большое тебе приятно. То есть, он не встал в один ряд? Нет. 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 Я думаю, что, если бы на этом месте был ваш покорный слуга, у вас бы вопросов и у тебя бы. Этого вопроса бы не возникало уже через две недели. Кто такой Рустам Солнцев в эфире Дома 2? То он соведущий, он помогает ведущим, он хвосты заносит. Или маг и волшебник. Да. Или маг и волшебник. Нет. Я думаю, что все было бы четко. Все четко понимали, что появился третий очень крутой ведущий, до которого очень сложно допрыгнуть. А с Владом есть эти вопросы. Но это, опять же, это вопрос, может быть, это вопрос времени. Я желаю Владу процветания, всего самого доброго. И сегодня речь вообще не о нем. У нас опять, по-моему... А, есть что-то, да. Кто крутой? Для меня, честно говоря, ребят, вот как недавно... Кто же мне сказал недавно? А, мне сказал недавно психолог Настя. Настя, которая приходит, приходила на Дом 2, такая психолог Настя Доронина. Да? Или нет, не Доронина. А как вы говорите? Настечка такая блондинка, очень красивая. Она мне сказала, что, конечно, правильнее было в эфире Дома 2 собрать всех столпов, всех самых крупных. Там должен быть Степа, там должна быть Водонаева, там должна быть Бонни обязательно, Ромка Третьяков, там должно быть Солнце, там должен быть я, там должен быть Мишка. И именно мы должны находиться среди участников, мы должны модерировать этих участников. Конечно же, здесь и Бузова, здесь и Бородина, здесь и Кадони тоже. Ребят, я не могу отринуть их участие, оно очень важно. Но, про самых важных людей Доме 2... Но, к сожалению, твое место занимает Влад Кадони, а мое Андрей Черкасов. Миш, мне кажется, что они занимают свои собственные места, они не занимают наши с тобой места. Вот, ты понимаешь, Мишанин, просто это тоже важно понимать. Понимаешь, у них... Вот, вот, Миш, у Влада свое место. Вот он приходит там, и там вот он раз... У Андрюшки свое место у Черкасова. А, к примеру, у Никиты Кузнецов сейчас на острове, у него свое место. У Ольки Бузовой свое место. Я помню, как меня пытались, знаете, за что подтянуть постоянно, когда Ольку сделали ведущую. Миш, кстати, мне это не то, чтобы не нравилось, меня это даже раздосадовало в какой-то момент. Сначала смешило. Вот ты завидуешь Бузовой, она стала ведущей. Ребята, я девочкам вообще не завидую. Это ударило по твоему эго. Правильно? Нет, Миш... А что такое эго? Эго – это чувство собственного достойности. Ну, может. Ты же себя чувствовал более достойным. Нет, Миш, она на тот момент, Ольга, имела больше преимущества. Она была дольше. Ее, условно говоря, у нее была большая фанатская база. Извините, в тот момент у меня был тот самый перелом, когда зрители от сплошняком ненависти стали переиначиваться, перелисовывать свое отношение ко мне и стали понимать, слушайте, а Рустам ведь не так плохо, как нам казалось в самом начале. И вот, собственно, Миш, давай уйдем от этой темы. Мы можем к ней вернуться, но сейчас мы слишком углубились. Вот ты сейчас один у тебя спрашивает, скажи, пожалуйста. Я сейчас практически один, так как моя девушка, ну, в приоритете, которая у меня стоит, она проживает в городе Санкт-Петербург. И поэтому мы так очень часто видимся, как котел. А ты мне не говорил никогда, откуда там у тебя взяла подружка? Скотина ты такая! Я думаю, кто за мной наблюдает, знает. Кстати, очень хорошая. Валерина, между прочим. Ты понимаешь? Ты знаешь, что линия – это штучные товары. Мало. Да. Есть только Настя Волочкова, твоя подруга. Кстати, ребят, на закуску, Миш, хорошо, что ты напомнил. На закуску… Обсудим? Да, мы обсудим Настю Волочкову. Она меня заблокировала, кстати, после этого в WhatsApp. Какой ты? Потому что ты просто ужасный человек. Ребят, ну это будет на закуску. У нас есть что-то солененькое про Настю Волочкову. Я спрошу об этом Мишу. И вот точно здесь, в прямом эфире, он не сможет вам солгать, мои золотые. Так, сейчас смотрим. Мы в 15 минут начали. Кстати, Миш, ты в курсе, что вы уже… А, а… А, а… А, сейчас… А, так, а, сейчас 40 минут, да? Ну то есть мы с тобой… Ну да, я же тебе и говорю, Миш, мы с тобой уже 40 минут в эфире. Охренеть, время очень быстро идет. Ребят, так… Вас сегодня… Спасибо, да, ребят. Кстати, это может случиться, да. Но, опять же… Знаете… Модолей – это круто, это про меня, Руси. Да, поздравляю. Вот просят поговорить про Улюкаева, мне что-то скажешь. Это такая политическая тема. Ребят… Да, я считаю, вот это мое личное мнение. Я считаю, что Улюкаев должен получить все по закону, но за его заслуги у него куча орденов. Он там… Герой… Не герой, я не могу сейчас назвать. Да. Но у него заслуг мега… Я считаю, что его должны осудить, но своим указом очень сложно. Он просто… Как это сказать… Освободить от… Ну, не реабилитировать, да. Ну да. Просто… Пусть человек доживает на пенсии спокойно. Ну… На самом деле, сделал много хорошего. Я… Я согласен. Но все же, ребят, у нас… Понимаете, наше шоу-трансляция «Троли», она все же больше о шоу-бизнесе. А политика… О политике больше говорят на «Эхе Москвы». Туда я ему и советую вам туда путь держать. Ну, мы как-нибудь тоже поговорим. У нас же не будет только «Бузова» и класс «Катроник». Ну, конечно, да. Так… Так… Ваненые собак. А… Перископ трансляции, шоу-трансляция «Троли». «Троли» – это мы с Мишей. И я очень рад, что это… Вы не судите строго, так как это первое… Да, это первый раз. Правильно мне, что ты об этом сказал. Ребят, не судите строго. У нас нет такого, знаете, как бы неуважения к вам. То есть, сели такие и давай вот об этом сейчас. Давайте потрендим и заработаем себе очков. Нет. Мы действительно это много обсуждали. Даже я вот все выходные был на гастролях, а Миша был плотничком, занимался сексом все выходные. И все равно мы находили эти места, понимаете, даже в графике плотном, понимаете, для того, чтобы поговорить об этом, о том, что мы будем делать с вами сегодня. И честно вам скажу, я очень устал, что я вообще не спал. Самолет был ранним утром. Я так полчаса покемарил, сорок минут. Потом меня разбудили Ванда, Филипп… Ну, Киркоров. Киркоров. Ну, естественно, Киркоров, а других нет, да. У него на будильнике стоит он. Вот. И, собственно, мы оказались все здесь. Завтра утром я улечу в Нью-Йорк и буду там всю неделю. Буду радовать вас видосиками и фотографиями из столицы мира, прекрасного Нью-Йорка, Манхэттен, собственно говоря. А еду я туда по приглашению Колумбийского университета прочитать лекцию. Это было по приглашению колумбийского наркоборона. Это в следующий раз. Я вас очень люблю, ребята. В этом… Так. Спрашивают… Не буду я этот вопрос озвучивать про Наташу Королеву. Так. Что-то мы… Наверное, Ковалева была. Ребятка, да. А, Настя Ковалева, да. Слушайте, ребят, у меня нет… Камерами что там? Про коммунирование спрашивает, да. Ребят, смотрите, у нас все-таки сегодня общая тема. Это Олька и Динка Тарасова. Ну, давай пожелаем все-таки помириться. Я тоже. Я тоже считаю, что ребятам, несмотря ни на что, нужно обязательно помириться. Ребят, мы еще 10-15 минут, да, мы же будем в эфире. Специально для вас, для того, чтобы вы закрепили это. Но мне не нравится небольшое количество лайков. Точнее, оно большое, но оно должно быть еще больше. Потому что мы два увольня, понимаете, серьезных уже года. Мишка старше, я чуть помладше. Встретились сегодня специально для вас, чтобы вас повеселить в этот прекрасный воскресный день. И большое спасибо, что наш любимый… Да, в этот прекрасный вечер, Миш, правильно, воскресный вечер. Спасибо, что наш любимый проект подкидывает нам эти темы. Кстати говоря, вот из последнего, например, мне очень нравится, что Ольга Бузова сменила свой имидж. Она стала каштановой, ты видел, да? Брюнетка. Брюнетка, правильно так. Правильно это так называется. Сейчас я познакомлю по здоровой с хозяином заведения, который является спонсором трансляции. Коля, Коля, Коля. Колечка, здравствуй. Нам еще 15 минут, мы сейчас на трансляции. Здравствуй, дорогой, я тебя очень люблю. Смотри, мы упоминаем постоянно о том, что мы здесь. Да, да. И тебе спасибо, сейчас поговорим еще. Хорошо. Так, ну просто, действительно, это дружеские очень хорошие отношения. Всем советую. Кольянная называется «Бамон». Это предпоследний раз, когда я говорю, где мы находимся. на Никольской 25, пятый этаж. Далее, ребята. Мне очень нравится этот имидж Ольги. Мне бы не хотелось, честно говоря, знаете чего, Миша, чтобы у Ольги началась такая, как бы, паническая атака в связи с тем, что, ну мало ли, может они не примирятся в ближайшее время. Атака основанная на том, что она останется одна, что у нее никого не будет. Ольга, во-первых, все мы у тебя есть. Во-вторых, ты молодая, симпатичная. Ты хорошая, вот ты девка по-настоящему неплохая, с хорошим характером. Ножки, ножки хорошие. Это все понятно. Вот ты заметил тенденцию. Вот я прямо, что у Ксюхи, что у нее, как только они расходятся во все тяжкие. Показывать, как весело, как хорошо, какое счастье. Надо сидеть такая показушная радость. Да, да, да. Изобразная им радость. Мы все прекрасно знаем, что человек страдает. Да, ему плохо. Будь ты естественной. Будь ты естественной. Она пока не может. Еще раз повторяю, ребят. Для чего? Для чего вот это вот делает? Миша, не объясняю. Смотри, я эту фразу говорю все последние две недели в многочисленных интервью, которые касаются Ольги и вообще всех нас. Значит, у таких людей, как Ольга, возникает внутренний стереотип мышления. Ребят, я не знаю, вы со мной согласитесь или нет. И у таких пар, например, известных пар, это не быть счастливыми, не быть по-настоящему, оказаться ими, не быть по-настоящему крутыми, добрыми, веселыми, а именно казаться таковыми. Но настоящее, но та самая изюминка, тот хлеб, та соль, которая есть в человеке, она проявляется вот через те моменты, которые они даже не ожидают. Да, к примеру, когда я вчера увидел маленький отрывочек, будучи в Мурманске, как Ольга где-то на какой-то вечеринке, я так понимаю, у погребников, да, Миша, танцует с микрофоном эротически, но девчонка выпила, расслабилась и правильно сделала. Я считаю, что Бузова очень давно таковой не была, неприкрытой эротической, трогающая себя везде, ласкающая свою киску, понимаете, я вообще такую Ольгу приветствую, я узнаю ту самую безбашенную девку, понимаете, 18 лет, которая только пришла на праздник, да. Ну и что, нет, и что, что ей делать теперь, хорошо, вот давай, так, ребят, сейчас переходим на другую тему, что делать Бузовой, что, вот вы пишите. Нет, я считаю, что нужно выдержать паузу, уйти как можно в тень, уйти в тень, ничего не будет того, что мы месяц, а не ничего не узнаем, это только подогреет, интересно, где она, что она, что случилось. Ну то есть немножко заскромничает, вот пишут, рожать, жить, Миша прав, забыть и забить, ребят, вы все правы, наслаждаться жизнью, кайфовать, Мехоня прав, Мехоня, это тебе, наверное, из колонии какой-то женской пишут. Но Нонина показывают, понимаешь, они заложники этого образа, абсолютно точно, и живут не для себя, а для того, чтобы показать, в инстаграме какая я кайфовая, посмотри, Дима, что ты потерял. А как это происходит? Мы делаем 200 селфи под нужным углом, фотошопим, улыбаемся все, выставляем, после этого вау, теперь я восторг, а после этого в этой тусовке все сели в телефоны и читают комментарии, что пишут. Никакого веселья, ничего, для чего это? Вот если я делаю, я один дома, блядь, доставлю, блядь, с кошкой, все, не двухзначно. Да все-таки это была кошка. Я всякий раз вижу Мишкину фотографии, например, в фейсбуке, и вижу это эротическое лицо, сосредоточенное ночью, под мышечкой, гладковыбритой, понимаете? И понимаю, что в этот момент, мне кажется, что рядом с Мишкой находится румынская проститутка, а с ним кошка в этот момент, понимаете, ребят? Вот, низкий уровень заряда аккумуляторов. Смотрите, мы будем уже закругляться и на сладкое вам немножко про Настю. Нет, 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 давай мы еще спросим, если вам понравилось это наше шоу, так сказать, предложите следующие темы для трансляции. Да, предлагайте следующие темы для трансляции. Более того, мы ищем... Кого обсудить? Кого? Что обсудить? Да, более того, ребят, мы ищем, значит, знаете что, мы ищем для сотрудничества, ищем для сотрудничества каких-то партнеров для себя, для того, чтобы как-то это развивать. Может быть, мы войдем в какую-то коллаборацию с кем-то, кто нам поможет с этим совсем, и мы, естественно, будем благодарны, будем рекламировать вас со всей душой, и так как мы это можем делать. Мишка даже совершенно обнаженный готов станцевать с надписью, собственно, да вот, вот, посмотрите на этого красавчика. Мишенечка так сильно это не показывает, а то я у меня уже пристал. Вот, дурак. Ну, конечно, дурак, а то что. Слушайте, ребят, так, про Барадульку расскажем, расскажем, ребят. Так, Воданаева тема, да, Воданаева тема. Да, да, да. Ну, просто можно называть писи, а не вонаре. Да, тема писи, тема писи, Миш, давай на тему писи поговорим в следующее воскресенье. Я прилечу из Нью-Йорка, съезжу в Пермь, отведу мероприятие, вернусь, в воскресенье в мертвом состоянии, посплю два часа, а потом мы встретимся здесь. Боюсь, что в воскресенье я буду в мертвом состоянии, так как у меня 29-го Барада и наш день. Охренеть! Ну, в общем, ребят, ничего, значит, в начале следующей недели мы это сделаем, точнее, через неделю. Да, да, писи, а нас поддерживают. А что ты хотел про Волочкова рассказать? Да, про Волочкова, ребяточки, да. Писсиональная хитрюга. Ах, нет, знаете ли об этом все написи? Я, честно говоря, очень люблю Волочкова. Я вообще обожаю женщин, которые едят как мужики. Первое, второе, компот, понимаете? Я хотел рассказать вот что. Миш, вот эти вот слухи, которые пошли про Настю, о том, что она могла бы или может оказывать вот эти вот услуги за деньги. И сейчас стало так много этих слухов. Скажи мне, пожалуйста, как ты к этому относишься? И считаешь ли ты это наветом, наговором на прекрасную балерину? Я считаю, что она просто самая жесткая нимфоманка на вот этой вот российской страхе. Она это делает больше не за деньги, а для того, чтобы уже 40, уже хочется, чтобы как-то еще и по любви, но кто-то там был и кто-то тебя трахнул. То есть еще раз, ты слово трахнул, сейчас сказал в контексте Насте Волочковой. Я нет. Слово сказал, но я нет, ты понял? Охренеть, охренеть. Как давно хотел. Ребят, вы слышали, да? Так, ребят, это сейчас все было про Настю Волочкову, про прекрасную балерину. Мишка, что ты такое говоришь, а? Настя Волочкова тебя хотела, а вы все-таки ходили на свидание. Ну, признавайся, а, малыш. Были, а, были. Да? Ха-ха-ха. Ну, давай, это будет, может быть, одной из следующих наших тем. Да, да, обязательно. Потому что я считаю, что Настя заслуживает наших вниманий. Это точно. Давай в следующую тему соберем всех Наст на свете. Настю Сомбурскую, Настю Волочкову и будем, собственно... Ну, вот Сомбурская, твое отношение к ней. Она фрик или красивая женщина? Знаете, мне вроде всего в ней достаточно, в Насте, но мне кажется, что в ней не хватает миловидности. Вот той самой миловидности... Вот мужланка, да? Да, да, кстати говоря, сейчас сюда пришел в этот бар сын певицы Валерия Арсения. Я его вижу, вон он стоит. Так, это говорит о том, что это прекрасное место, и мы всех сюда зовем. Вот. Итак, ребят, да, Миш, может быть, ты прав. Она, наверное, она мужланка. Мне в женщинах всегда не хватает нежности. И если она будет вся в себе, вся наполнена, как украинская колбаска, но при этом она будет жестить, она будет грубо шутить... Ну, она будет Бэтмен, случайно. А, она Бэтмен, да? А как Бэтмен может быть женственным? Да. Бэтмен женоподобным. Не может, да. Ну, только разве что Бэтмен гей. Итак, ребят, мы вас очень любим, ценим. Спасибо, что были с нами. Мы 54 минуты уже в эфире. Миш, ну что, нам до часа дольем. Да нет, 55 минут будет достаточно. Достаточно, да. Так что, друзья, говорим вам всем до свидания. До свидули, мои хорошие. До свидули, с вами был Руся, Мишка, Керехин, мой дорогой друг, которого я люблю и ценюю. А ты какая-то притчоха у него хорошая. Да, называть правильно, притчоха. Итак, ребятки, всего вам самого...